здравствуйте дорогие друзья приветствую вас это кузнецов дмитрий компания лям ну вот еще не утихли собственно говоря волнение вокруг тинькова неоднозначные события происходят и все мы не понимаем на самом деле на руку была вот это вот катавасия для олега тинькова либо может быть действительно бренд пошатнулся но так или иначе на первом канале он во всю рекламируется популярных передачах но мы с вами в очередной раз убеждаемся звонок недавно вот поступил собственно говоря от банка тиньков адрес нашего клиента я взял трубочку поговорил и вот тут как хотите так и думаете живут они по своим законам и как мы успеем сейчас убедиться возводят их в ранг непоколебимых ну то есть уже сейчас наверное какой-то не гк рф а наверно тиньковский кодекс и какой-то там тиньковской федерации наверно ну вот что рассказывать послушайте ну не знаю то ли погрустите то ли повеселитесь и так поехали сотрудница банка тиньков уверена в своих словах алло здравствуйте меня зовут наталья вячеслав на де оптимизации финансовых потерь банк тиньков как я могу к вам обращаться на кому вы звоните ирина александр вам знакома конечно знакома сестра моя а как могу к вам обращаться цель корректного разговора можете меня называть дмитрий евгеньевич а дмитрий евгеньевич а вы давно общались со своей сестрой или на александр вы прям прервали меня вот этот звонок прервал наше общение мы примут можно сказать течение крайней минуты общались а дмитрий евгеньевич тогда вы должны быть возможно в курсе они какие-то сейчас финансовые трудности абсолютно никаких наоборот подъем финансовой у нас в семье а дмитрий евгеньевич а она вам рассказывала о своих взаимоотношениях с банком тиньков сейчас только ленивый не рассказывает взаимоотношениях с банком тиньков я вас поняла а кто и кто то есть сейчас финансовую помощь оказывает или только она зарабатывает и не нужна никакая финансовая помощь у нас свой бизнес семейный мы очень хорошо все зарабатываем она совладелец этого бизнеса то есть у нее никаких нет финансовых трудностях трудности и все у вас стабильно и в порядке с бизнесом я правильно понимаю нет не стабильно в рост в гору а почему вы спрашиваете все это дмитрий евгеньевич просто у банка тиньков и ирина александровна есть договорные отношения и мы звоним по вопросу обслуживания ее счета в нашем банке почему то с ней связаться не можем не знаете чем это может быть связано договорные отношения вы утверждаете что есть какой-то договор да да подписаны двумя сторонами да друзья мои я прошу прощения сердечно вас но вмешаюсь а вдруг вот это особь слушает и вот с этого места начинается противоречие если это называть скажем так каким-то более или менее галантным языком да то есть существует договор да подписан двумя сторонами да ну когда подписаны двумя сторонами то есть если она говорит да то подразумевается что подписан банком и собственно говоря вторым лицом и когда я ее спросил вот вы сейчас послушаете что будет нестись с ее как говорится рта дальше если она слушает но пускай послушает действительно а кто со стороны банка подписывал дмитрий евгеньевич нет я не подписывал да подписание договора считается когда клиент получил анкету заявления подписал отправил в банк соответственно вы верите в это сами а подписанием договора послушайте дмитрий евгеньевич подписанием договора является факт активации карты Ирины Александровны так это написано в вашем вот этом с позволения сказать документе в законе об этом нет ни слова существует закон о банках и банковской деятельности на основании этого закона все отношения подразумевающие формат финансо кредит финансово кредитных отношений должны фиксироваться долговой распиской в случае юридического лица и физического лица кредитным договором договором займа в конце концов подписано вас с двух сторон поинтересоваться а представляете сейчас интерес Ирины Александровны да ну если вам так удобнее то без проблем пускай будет так я просто разговариваю с вами я вам уже объяснила что фактом как бы подписание договора со стороны банка является активация карты Ирины Александровны я вам прокомментировал ваше ошибочное понимание ситуации вот это вот заявление ничего общего с законом не имеет существует закон еще раз повторю это заявление является неотъемлемой частью договора правильно а где договор хорошо хорошо даже с этим попробую согласиться скрипя душу но хорошо если есть где целы договор в банке состоит из трех частей это анкета заявления заполненные клиентом а именно Ирина Александровна и подписаны а также условия комплексного банковского обслуживания и тарифным планом то есть это приложение это приложение так к договору я так вас правильно вас понял но не могут вот эти обособленные документы части договора части договора То есть, либо они создают одно целое. Это все вместе считается кредитным договором. Кем считается? Данные три составные. Нет, нет, кем? Вот вы говорите, считается. Кто-то считает именно, что это является кредитным договором. Кто считает? Так считают, да? Договором является заполненная клиентом анкета заявления и подписанная, соответственно, тарифный план, полученный Ириной Александровной, и условия комплексного банковского обслуживания, которые также Ирина Александровна получила. Друзья, вот тоже опять же вклиниться, попытаюсь, да? Ну, чтобы сразу, как говорится, по горячим следам. Дело в том, что именно на это и расчет. Слышали, какой список непонятных фраз? Эти фразы являются заголовками тех самых непонятных документов. То есть, изначально человека, юридически некомпетентного, вгоняют в ступор. Чтобы у него даже в мыслях не было попытаться разобраться во всей этой вот билиберде. На это основной расчет. Но грустно то, что вот эта девочка сама не понимает вот ту самую билиберду. И у банка Тинькоффа, точнее у самого Олега Тинькоффа, четкое конкретное отношение, как он нас всех назвал, к нищебродам. Вот. И, естественно, своих сотрудников он к той же категории причисляет. Но, ребят, вот мы-то можем поспорить, да? А точнее не поспорить, а уверенно возмутившись, заявить, что мы не такие. Но вот та публика, которая работает у него, им приходится, наверное, мириться с этим прозвищем. Точнее не прозвищем, а конкретно, ну, мне кажется, они заслуживают вот этого имя, нищеброды. Потому что вот делать то, что они делают, это дорогого в кавычках стоит. Ну, давайте слушать дальше ее бред. То есть Ватикан теперь не является самым маленьким государством. Теперь еще и банк Тинькофф, маленькое государство со своими законами, со своим кодексом и, собственно говоря, со своими пожеланиями. Я правильно вас понял? И с пятью миллионами клиентов, то бишь граждан. Вы можете утверждать как угодно. Я вам уже объясню. Я, все свои утверждения четко основаны на ваших заявлениях. Когда я вам говорю о законе, вы изо всех сил пытаетесь его игнорировать и противопоставить ту информацию, которая вам написана в скрипте вашими якобы юристами, на самом деле работодателями, которые заинтересованы... Какого закона противоречит то, что я вам сейчас... Еще раз повторяю, закон о банках и банковской деятельности подразумевает, финансово-кредитные отношения должны фиксироваться между сторонами, субъектами юридического права, долговой распиской, кредитным договором, либо договором займа. А с подписями двух сторон. Все остальное, анкеты, всевозможные оферты, это может быть с большой натяжкой, признано как приложением, но... Есть такое понятие, как акцепно-офертный договор. Конечно, конечно, но если... Ирина Александровна, которая предлагает банку заключить с ней договор путем подписания анкеты заявления и отправленной банком. Знаете, в чем проблема? В чем проблема? В вашем ключевом слове предлагает банку. Так вот, есть даже в законе прописано, что такая форма договора возможно, если это не противоречит законодательству. Так вот, такая форма договора возможно во многих сегментах гражданско-правовых отношений, но только не в формате, как говорится, дал-зял. И это регламентирует закон. Девушка, я могу, но я вам очень рекомендую. Вот вам, собственно говоря, было бы очень полезно понимать, где вы работаете. Ну, я надеюсь, вы уже все там YouTube посмотрели, и вы обескуражены, да, и что происходит сейчас с вашим рабовладельцем. Ну, ладно, я не буду на это отвлекаться, потому что это на вашей совести оставаться на работе и выполнять работу этого типа. Дмитрий Евгеньевич, я вам уже сказала, что у Ирины Александровны существуют договорные отношения. Да нет, не может существовать договор без росписи двух сторон. Это не договор тогда. Дораны Ирины Александровны произошли... Договор, от слова договорились. Да, аферта, аферта, девушка, аферта уместно приобретать отношениях, допустим, пошла, если бы она сапоги ремонтировать, или бы, может быть, ремонт заказала, либо еще что-то в этом роде. Это, и даже если отнестись к ситуации, с вашей точки зрения, вы сказали, что она предложила аферту, но она ничего не предлагала. Она подписала типовые... Я заполнила анкету заявления и подписала, и отправила в банк. Слушайте, я вчера заполнял анкету в магазине на получение карточки, да, скидочной. Дмитрий Евгеньевич, это ваше право. Да, естественно, я сейчас не пытаюсь, скажем так, в противоречие с вами вступать, а пытаюсь изо всех сил вам дать понять, включите, наконец, мозги. Вы вот позоритесь, работаете, ничего в ваших словах не соответствует закону. И вы пытаетесь навязать свою точку зрения, даже не свою точку зрения, а ту точку зрения, которую вычитали в своих инструкциях. Стыд и позор. Дмитрий Евгеньевич. Я Дмитрий Евгеньевич. Ну, только давайте... Теперь продолжите. Ну, продолжайте, только возьмите себя в руки и включите мозги. Дмитрий Евгеньевич, если вы так говорите, что Ирина Александровна не подключала... Да это не я говорю, это закон говорит. А я просто комментирую ваши действия, которые противоречат закону. Тогда скажите мне, пожалуйста, или уточните у своей сестры, сколько лет она уже обслуживается в нашем банке. Какая разница? Ну, столько лет ее банк обманывал. Давайте так. Столько лет ее банк обманывал. Это ваше право думать. Ирина Александровна видела... Не право, это геологическая особенность человека любого. Имеет счет в нашем банке, обслуживается уже не первый год. И что? И пополняла свой счет всегда вовремя и нужными платежами. А теперь пришла в себя, разобралась в ситуации и понимает, что она делает это зря. Это ваше право. Зачем вы говорите заученными фразами? Я вас попрошу, включайте мозги, если есть что включать. Я сейчас разговариваю не с владельцем счета, а с родственником. И что? Могу я вас попросить передать номер телефона банка с целью, чтобы Ирина Александровна перезвонила? Ой, душа моя, вы понимаете, что вы работаете в таком месте, которое в принципе, ну знаете, ну извините уж за выражение, у вас есть там, где вы сейчас находитесь в вашем городе, какая-нибудь трасса, где дальнобойщики ходят? Это будет более достойно. Удовольствие, польза будет от вас хоть какая-то. Дмитрий Евгеньевич, я не собираюсь выслушивать данные реплики. Да вам придется, но сейчас банк трещит по швам. Дмитрий Евгеньевич, я сказал вам вопрос, вы готовы записать номер телефона банка? Да сейчас только ленивый не знает номера телефона банка, Тинькова. Я поэтому спрашиваю вас этот вопрос. Он у меня записан. Да или нет, я четкий вопрос вам задаю. Почему вы взяли, что вам, уважаемая девушка, кто-то обязан отвечать на ваши четкие либо нечеткие вопросы? Вы очень сильно заблуждаетесь. Я не буду задерживать ваше время, мы тогда с вами попрощаемся. Вы лучше со своим временем разберитесь, на что вы вы тратите свое время. Дмитрий Евгеньевич, вы не понимаете, как время быстро бежит. Дмитрий Евгеньевич, вам хочется поговорить с самим собой? Вы меня не слышите, но это особенность сотрудников банка Тиньков. Дмитрий Евгеньевич, я вас слышу, вы говорите одно и то же. Я вам задала конкретный вопрос. Услышать и услышать. Если вы не готовы, могу я закончить фразу? Вы можете взять, разогнаться и башкой в угол удариться, и чтобы у вас мозги хоть немножко зашевелились. Вы готовы задать номер телефона вашей сестре, да или нет? Нет, мы с вами попрощаемся. Если вы готовы, вы запишите номер телефона, и мы также с вами попрощаемся. Вы не смогли смотивировать должника на оплату, правда? Дмитрий Евгеньевич, я сейчас не с клиентом общаюсь, а с родственником, точнее с братом. И что? Это отменяет какие-то мои свободы слова? Я не должна с вами вопрос решать никакие, и уж тем более мотивировать. Я что с вами пытаюсь что-то решить, я вам даю четкий добрый совет человека, имеющего за плечами 45 лет жизни. Дмитрий Евгеньевич. А вам сколько? Есть хоть 20 лет, а? И вы решили пойти на работу, оторвав объявление на столбе. Этот диалог, он бессмыслен. 200 рублей вам платят, да? За звонок, если вы достигли результата. Да, друзья, то ли пожалеть ее, то ли посочувствовать ей, то ли разозлиться на нее. У меня были такие двойственные ощущения, не понимаю. Вот это вот в конце немножко попробовал, да, про удар об стену башкой. Ну, ее тоже это не проняло. Вот я знаю, по нашей недавней традиции, давайте опросничек повесим. В правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит опросник. Вот он. Пожалуйста, выразите свое мнение по поводу вот этой персоны. Ну, а с другой стороны, хочется, конечно, констатировать факт. Да, сильные мира сего, богатые, они имеют свою власть, они имеют возможность манипулировать всем, что вокруг них происходит. И деньги позволяют в нашей стране вершить то самое беззаконие. Но не все так плохо, я так думаю. То есть у нас с вами тоже остаются рычаги. И мы сами с вами можем свою жизнь, поверьте, в нужное русло повернуть. Друзья мои, кто еще сомневается, что банкам можно не отдавать? Кто еще думает, что банк это крутая контора? Кто еще болеет синдромом гусара, так называемым, когда орут всем вокруг, что если я взял, нужно отдать, хоть в доску разбиться? Кто еще согласен, выражаясь другими словами, подставлять задницу, извините за выражение, вот под утехи Тинькова и ему подобным? Тогда платите. А я предлагаю, если у вас есть чувство собственного достоинства, как минимум задуматься. Я вам помогу, подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Задумайтесь, послушайте, успокойтесь, в конце концов, начинайте включать голову. Вы не безмозглые особи, как вот такие вот, которые работают у Тинькова и им подобным. Мы с вами можем думать. Просто нас запугали. Хватит бояться, хватит. Есть люди, которые давным-давно уже разобрались со всеми своими проблемами и не считают их проблемами, смеются над своей прошлой жизнью, жизнью в страхе. Мы помогаем совершенно спокойно. Компания Алям может в законном формате вывести вас в состояние, когда вы никому ничего не должны. И вот эти вот мнимые долги, знать о них будут только ваши кредиторы, но сделать с вами ничего не смогут. Потому что мы, компания Алям, эксплуатируем строго законные методы. Как мы работаем, посмотрите, есть ссылочка на нашем сайте. Простите, в описании есть ссылочка на наш сайт. Ну и для вашего удобства сейчас в правом верхнем углу выходит подсказочка. Посмотрите видео на сайте, там выложена видеопрезентация. Ну и если вам нужна юридическая защита, конечно же, заполняйте заявочку, и мы вам перезвоним. Хватит бояться уже, хватит трястись, надо что-то делать. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер, друзья мои. Если кому-то нравится, чтобы его, извините за выражение, имели, то это выбор его. Ну а я предлагаю не быть в этом стаде и делать свою жизнь своими руками. Либо самим разбираться, либо если нет возможности, желания, либо сил, то обращайтесь к специалистам, мы вам поможем, как помогли уже сотням людей. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового, в том числе здоровья, благополучия тоже финансового вам и вашим близким. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.